И прежде чем прочитать эти записки, я вот хочу выполнить обещание прочитать то же, что только исходя из названия уже обречено, на что обречено говорить не буду. Ну это что-то такое, знаете, это такой среднеранний декаданс, я бы сказал. Называется так, нечто астеизмическое в двух частях. После этого можно кланяться и уходить. Потому что такое астеизмическое, я как не знал, так не дай Бог узнать. Итак, нечто астеизмическое, часть первая. Я в сад вошел, там было все прекрасно. Порхала бабочка, махая мне крылом. Звучала музыка торжественно и страстно. И вот он дом, мой старый милый дом. Вот мезонин, веранда с самоваром, и круглый стол с зернистой икрой. А рядом жбан с молидовым узваром, и пирожки румяною горой. Церкает глянцем томный поросенок. Чеснок редис укропкин за гранат. О, как на вилку просится опенок. Тот, что груздюх тарелки, друг и брат. Янтарь ухи и супницы желтеет, даря надежду на стерляжей рай. А в круг столат предвкушением леют все те, кто населяет дивный край. Семья, друзья, друзья друзей и дети. Все, кто мне дорог, дорог я. Кому? Все здесь, все рядом. И на всей планете нет объяснения счастью моему. Через слезу, что вежды застилает, Я посмотрел на стол весь мир любя И понял, что чего-то не хватает. Я дверь закрыл и вышел из себя. Часть вторая. Вокруг мило хоть и стояло лето, И тополя рубили на дрова, И рукопись забытого поэта На розжиг рвали, вычернив слова. На площади лупили активистов За то, что вышло их не пять, а шесть. Брехали псы, а с ними журналисты, И те, и те хотели очень есть. А кто-то пел, фальшивые некстати, Совсем поправ понятие вокал. И жизнь была прекрасна на плакате, Что сиротливо в луже размокал. Мозг разрывали тысячи конклюзий, Слагая жизнь в картинке и слова. И остро захотелось просто в зюзю, Чтоб утром затрещала голова. И вот всельбо, без права на проруху, Закрыв глаза почти что наугад, Я быстро взял желанную литруху И поспешил обратно в дивный сад. А если не говоришь, что это астоизмическое, Так и не было бы такого интересного. Понимаете? Продолжение следует...